Приветствую вас! Первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что поскольку вы уже много раз расходились и сходились за своей супругой, то думают, что у вас имеет место быть определенная зависимость от нее. То есть что-то вас каждый раз удерживает с ней, вас тянет к ней, вы привязаны к ней, вы получаете какое-то удовлетворение своим желаниям, когда к ней находитесь. То есть она имеет для вас какое-то значение, вот лично для вас. Вы понимаете, что ее поведение переходит все моральные границы, вы понимаете, что она относится к вам очень плохо, вы понимаете, что человек вас, судя по всему, не ценит, не любит, не уважает, но все равно вы с ней сходитесь. Так вот, можно окунуться в новые отношения, можно начинать строить их с кем-то другим, но тогда вы рискуете, во-первых, сравнивать другую женщину с вашей бывшей женой, во-вторых, пытаться получить через другую новую девушку, то же, что вы хотели бы получить через свою бывшую супругу, а это все, естественно, достаточно порочная позиция и порочная модель поведения. Потому что то, в чем вы нуждаетесь, когда общаетесь, взаимодействуете, сходитесь со своей супругой, вам нужно получить самому, избавиться от зависимости, стать свободным, и тогда вы освободитесь от своей бывшей жены, поставите, как говорится, вы на ней крест, и, будучи свободным и независимым человеком, мужчиной, сможете строить новые отношения. А до тех пор, пока вы этого не сделали, вы все равно, даже при наличии у вас другой женщины, вы все равно будете возвращаться к своей бывшей жизни. Потому что она дает вам то, что вам нужно, и то, что вы, кроме как от нее, получить не можете пока что. И вот это то, с чем вам нужно в первую очередь работать. То есть избавление от зависимости – это первый шаг. Так, дальше, когда вы избавитесь от зависимости и будете недостатковым, независимым мужчиной, свободным, который является полным хозяином самому себе, вы выберете такую женщину, у которой не будет недостатков вашей бывшей жены. И свой опыт, любой опыт, не только положительный, но и негативный опыт общения с вашей бывшей женой, вы перенесете в новые отношения. Только без чего вам нужна вот эта вот свобода? Для чего вам нужно избавиться от зависимости, чтобы не воспринимать новую девушку как замену своей бывшей жене, а воспринимать ее как нового, индивидуального, уникального человека, со своими потребностями, желаниями и так далее. На бывшую жену вам нужно смотреть как на прошлый опыт, не держать на нее зла, отпустить все негативные эмоции по отношению к ней, проработать все обиды. То есть, по сути дела, оставить прошлую, а на бывшая жена отношена в прошлом, оставить прошлое в прошлом, а самому жить в настоящем и будущем. А пока получается так, что вас это самое прошлое тянет за собой. И вот в этом самая большая беда. Ведь новой девушке придется, по сути дела, бороться с призраком прошлого, то есть с вашей бывшей женой. А это невозможно, потому что этот призрак прошлого, он в вашем сознании. Это не реальный человек. Это именно в вашем сознании образ. И этот образ нужно разрушать. Разрушать, прорабатывать так, чтобы он обрел реальную форму, и чтобы вы наконец-то стали независимым от него и от бывшей жены. Вот такая работа вам предстоит. То есть, исходя из самого текста вашего вопроса, вы спрашиваете, как найти другую и поставить на бывший секрет. Я бы сказал так, что вначале нужно поставить на бывший секрет, освободиться от него, а потом искать другую женщину. И как искать другую женщину? Ага, это вопрос исключительно вашей личной деятельности. Искать нужно, основываясь на своих симпатиях, на своих предпочтениях. И искать нужно не навязчиво, не делая это самоцелью. Искать нужно, занимаясь деятельностью. И в процессе занятия деятельностью взаимодействуя с другими людьми, в том числе и с потенциальными партнерами для личных отношений. Только так можно построить равноправные, искренние, независимые, долгосрочные, крепкие отношения, которые сделают вас счастливы и которые принесут вам только повезет и радость. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok